Четыре раза боевики нарушили режим тишины. Сегодня они обстреляли позиции военных возле Авдеевки, Песков, Красногоровки и Чермалыка. Украинские военные были вынуждены открывать ответный огонь для того, чтобы прекратить обстрелы противника. За сутки обошлось без потерь среди военнослужащих. Подробнее Геннадий Вивденко. Погода в районе передовой резко ухудшилась. Есть время перевести дух. Однако именно под покровом дождя возможно диверсия вражеской группы. Пока спокойно. Они сейчас заховались, а дождь, они не вылазят. Видимо, погано. Из-за дождя. С утра тут уже было два обстрела и стрелковое вооружение со стороны врага. Напряженность в районе Бахмутской трассы продолжается всю неделю. Каждый день события здесь в сводке. Операции объединенных сил как горячие точки. Ну и надо отметить, что украинские бойцы достигли здесь ряда тактических успехов в оборонительных боях. За несколько недель украинские подразделения заняли здесь новые, более выгодные позиции. И уже нанесли ряд поражений противнику в ответ на провокации. Я особо не возбухаю, как говорится, сильно. Боевая ситуация за эти дни серьезно ухудшилась. Поведение оккупантов непрогнозируемое. Их тактика точечные. Броски техники с тяжелым вооружением. С целью, как тут говорят, покошмарить. Зенитная установка, естественно, была... Ну как, мы обнаружили и ликвидировали ее. Наглые очень. Ну, за что были наказаны. Я думаю, зенитная установка не несет мир в наш дом. В зенитную установку на грузовой платформе с первого раза наши попали управляемой ракетой. Мы видели, как два человека сразу. Там легло в кузове. Ну, расчет весь лег. Потом Максим по приказу добивал из тяжелого пулемета технику врага, чтобы ее не отбуксировали и уже никогда не могли бы использовать. Его побратимы, а половина их из Луганской области, с таким приказом командования полностью согласны. Нельзя молчать, когда на тебя, говорят, наезжают. Если промолчишь раз, промолчишь два, то потом и на шею сядут. Так что вот такие дела. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Луганской области.